Массовый спорт – основа здоровья нации. На это в конечном счете и направлена федеральная программа партии «Единая Россия. Детский спорт». Массовость подразумевает не только большой охват населения, но и доступность. А что может быть доступнее занятий на дворовых спортивных площадках? В нашем округе эту работу проводят специалисты отдела массового спорта Центра физической культуры и спорта «Олимпик». Ребята ведут тот пласт работы, который дети под их руководством обучают или продолжают игру в футбол, волейбол, баскетбол. То есть порядка скольких у нас видов? 13 видов направлений спорта. Встреча прошла в полевых условиях. Депутаты стали гостями первенства по питанку. Это отборочный этап. В нем принимает участие 14 команд по 3 человека. Пока состязание было в самом разгаре, удалось обсудить несколько важных тем. Наличие необходимой материальной базы и доступность самих спортивных площадок. Вообще всего у нас более 100 спортивных площадок. С искусственным покрытием, именно травяным, 4 площадки. У нас на территории округа и все они очень большим спросом пользуются. Но при этом мы не можем их все сделать с покрытием травяным. Почему? Потому что есть ребята, которые увлекаются баскетболом. То есть им необходимо более жесткое покрытие. Есть площадки, которые заточены на зимний вид спорта. То есть хоккейные коробки, которые заливаются. Я думаю, что тут надо ориентироваться именно на спрос, который идет от самих участников, от ребят. Скажем, руководству города нашего, городского округа, выразить нашу благодарность и сказать большое спасибо за то, что по большому счету у нас очень хорошая материально-техническая база. У нас помимо того, что отделом спортивно-массовой работы обслуживается порядка больше 60 площадок в городском округе, у нас есть и замечательные стадионы, такие как торпеда, наше ядро такое спортивное. Отношение ребят к таким соревнованиям понятно без слов. В разгар лета на дворовых площадках они проводят почти каждый день. Два-три раза в месяц проходят соревнования, в остальные дни – тренировки. Как часто вы участвуете в подобных мероприятиях? Расскажите. Постоянно. Да, когда всякие мероприятия, все время ходим. Быть спортивным и иметь хорошую форму. Инструкторы, нравится вам? Ну да, они хорошие, добрые. Они для нас это соревнование делают, чтобы мы побеждали. Инструкторы хорошие люди, судят хорошо, ничего плохого сказать не можем. Добрые, хорошие. Добрые, хорошие, веселые. Да. Эти мероприятия проводятся регулярно, и дети всегда участвуют, и в хоккей, и в стрельбах. Это, конечно, просто изумительно. Дети заняты, по крайней мере, спортивными играми. Не остались в стороне от спортивных игр в этот день и депутаты. Народные избранники сразились с командой Управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Матища. Победу им одержать не удалось. Уж очень опытный попался соперник. Получается, вот раз, два, три, четыре, четыре, ноль. Это уже четыре, ноль. Все. Я могу замерить. Нет? Да нет. Это ближе. Четыре, ноль. Четыре, ноль. Анна Раченкова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». «День».